Всем привет! Сегодня я была в магазине, который называется Одна цена. Это что-то типа фикс прайс. Там цены по 50, по 100 и по 200. И решила взять такие вот три журнальчика арт-терапия. И сейчас мы с вами их рассмотрим. Один я попросила открыть на кассе, чтобы посмотреть, что там хотя бы примерно внутри. Потому что я такие журнальчики еще не брала и не раскрашивала и вообще не смотрела. Они идут в наборе. Здесь вот как оказались капиллярные ручки. Кстати, отличного качества, хорошо очень пишут. И два других с карандашами цветными. На кассе я почему-то подумала, что это фломастеры. Даже открывать их не стала. Ну и давайте же посмотрим. Я взяла, получается, 23, 24 и 25. Там вот было три вида. И три вида я их и взяла. Были они... Вот видно, что написано рекомендованная цена 249 рублей. Не знаю, может быть, они где-то в киосках продавались. Напишите мне в комментариях. Но я у нас не видела. Вот в этом магазине. Они там стоили всего-навсего по 50 рублей. Ну и давайте же посмотрим их поближе. Ну, первый, который уже открыли на кассе. Неплохой такой вот журнальчик. Тут есть небольшая полезная информация, как раскрашивать, чем можно раскрашивать. Как можно смешивать и размывать краски или, например, ручки фломастера и карандаши. Цвет корицы. Это цвет ириса, пряника и лисьего меха. Здесь вот так. Можно даже почитать все. Оттенки коричневого. И сейчас, по-моему, начнутся дальше... А, нет, еще нет. И получается половина журнальчика. Это такая полезная информация, как можно раскрашивать и чем, еще раз повторюсь. А здесь уже пошли такие... Здесь вот, например, показан, как образец можно как раскрасить. А здесь уже вы уже красите сами, так как вам нравится. Мне вот этот вот именно журнал понравился. Как раз для... Буду раскрашивать фломастерами. Когда, вот, например, хочется что-то быстренько раскрасить, очень хорошо подойдет. Вот здесь вот что-то типа мандалы. Да, мандала. Мандала обновление называется. Ваша коллекционная мандала написана. Так, здесь цветочки. Здесь вот такой вот рисунок. Тоже очень хорошо. Они идут односторонние, так что свободно можно раскрашивать фломастерами или маркерами. Чем вам нравится. Ну, и, конечно, карандашами и гелевыми ручками тем более можно. Здесь вот можно дать название вашему рисунку и дату и автора. Например, может быть, к вам пришла какая-то подружка и раскрасила, и вы подписали. То есть можно оставить на память или подарить даже. Такие вот крупные, как раз, чтобы раскрашивать фломастерами. И вот такая вот картинка. Это первый журнальчик. И сейчас посмотрим сами ручки. Вот такие ручки. Цвета такие красивые, мне нравятся. Ну, и давайте посмотрим. Вот такой вот здесь тоненький. Мягко так пишет. И очень довольно-таки ярко. Запаха нет вообще никакого. Хорошо плотно так закрывается колпачок. Жаль, других не было. На камеру не очень хорошо видно. Но вообще, желтый цвет тоже довольно-таки яркий. Очень удобно. Треугольная такая вот ручка. И зеленый. Зеленый вообще очень ярко. И хорошо пишет. Так, ну давайте посмотрим следующий набор. Так, следующие. Весенние мотивы. Творчество и релаксация точно так же. Написано, что 12+, коллекция для взрослых. Ну, думаю, тут и ребенок вполне справится. Если может быть только который читать не умеет, что не сможет. Вот написано, полоски на заднем плане делают. Композиция похожа на обои в стиле ретро. Ну, то есть, эффект поблекшего цвета, как можно сделать. Вот это я не видела. Мне самой интересно. Здесь можно даже что-то вырезать. Да, интересно. Цвет шелковицы. Это цвет ежевичного варенья и вина на губах. С чистого листа 10 минут медитации. Медитационная, медитативная уборка. Интересно тоже. Здесь вот дорогой художник. Тоже всякие советы. Мандала притяжения принесет в вашу жизнь радость и свет. Вот показан образец, как можно раскрашивать. Тоже довольно-таки крупно. Тоже интересно. О, вот здесь мандалы. Ну, или что-то типа мандал. Тоже неплохо. Можно будет гелевыми ручками красиво раскрашивать. Ага, да, это мандала. Мандала притяжение называется. А здесь у нас тюльпаны. И как раз вот здесь вот есть, вначале было написано, вот эффект поблекшего цвета. Можно здесь как раз вот использовать на этих тюльпанах. А здесь дерево. И такие вот цветочки. А еще есть и такой вот. Тоже интересный такой журнальчик. Ну, и давайте посмотрим. Здесь были вот такие карандашки. Они идут каждый своим номером. Ну, давайте посмотрим. Кстати, карандашики довольно мягкие. Да, нормально. Кстати, вот такой вот типа бордового, он немножко пожестче. А вот синий был более мягкий. И зеленый. Вот такой светло-зеленый. Еле-еле такой заметный цвет. Ну, вот синий самый мягкий карандаш из всех троих. Из всех трех, вернее. Так. Ну, и давайте же посмотрим третий журнал. Приходится шуршать. Здесь что-то вот рисунки по мотивам любимых сказок. Обыкновенное чудо. Подводный мир. Как можно раскрашивать. И даются советы морские животные. Вот цветовая гамма. Оттенки бирюзового. Как нарисовать волну. Например, побережье. Тоже хорошие советы. Здесь морские обитатели. Ультрамарин. Это цвет яркого синего неба. Цвет мудрости и истины. Все краски мира. Коралловые рифы. Как можно раскрашивать. Тут вот тоже советы. Вот здесь морские обитатели. Тоже готовая композиция. Как можно, например, раскрасить. Дается совет. И вы уже можете или так же раскрасить, или раскрасить так, как нравится вам. Вот тоже мандала. Мандала такая интересная. Мандала очень симпатичная. Называется энергичности. Здесь морской конек. О, а здесь раскрасить нужно по номерам. Тоже очень-очень интересно. Что же там у нас получится. И здесь тоже морские обитатели. И вот тоже. Очень можно ярко-красиво тут раскрасить. Будет очень красиво гелевыми ручками. Так, и карандаши. В этом наборе у нас другие немножко цвета. Это что-то типа оранжевого или светло-коричневого. Да, это светло-коричневое ближе. Неплохой такой цвет. Довольно-таки ярко. Зеленый мягкий. Очень мягкий вот этот цвет. Очень мягкий. И хорошо довольно-таки раскрашивает. Вот, а вот этот самый мягкий из всех. Вот, которые были. Попались у меня в этих наборчиках. Очень хорошо будет им раскрашивать. Точно так же стоят номера. Так что вот такие вот были у меня сегодня журнальчики куплены. Если попадутся еще, обязательно возьму еще такие. Очень интересно. И посмотрите, почитайте. Есть что раскрасить. И даже, например, карандаши и капиллярные ручки тоже никогда не будут лишними. Ну, вот такое у меня сегодня было видео. Если вам было интересно, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok